Всем привет! У нас раннее утро и мы едем к Лору всем составом. И я записана, и Настя, и бабушка. Бабушке с утра бахнуло давление 170, может и больше было. Она говорит, выпила таблетку от давления, через час перемерила 170 на 100. И тут уже как раз начинаются пробки. Надеюсь, мы не опоздаем. Нам через 20 минут надо быть там, мы едем на другой берег. Тут такие аппараты, чтобы надевать бахилы. Я лично первый раз в жизни такие вижу. Насколько я поняла, ставишь ногу, нажимаешь, и они на тебя надеваются. Оно! Упаковали! Мы уже в клинике, ожидаем. Нам дали анкеты заполнить. Здесь так красиво, там вот такие водопадики. Очень интересная анкета, потому что здесь надо отмечать скарги и симптомы. Скарги на украинском, это жалобы на русском. Интересная идея, смотрите, субъективная оценка аллергологического статуса больного. Просто отвечаешь, есть ли у тебя хрипы, там, одышка. Связано ли это с цветением растений, там, перебуванием у примещения, нахождением в помещении, перелистыванием книг. То есть тут сразу врач посмотрит, какие плюсики были, и поймет, есть ли у вас аллергия. Так, Настя, у нас пошла первая. Здесь немножко корочки, есть чуть-чуть искривление. Ой, искривление это у нас семейное. У меня и у бабушки. Ну, не значительно. Дышишь, но там хорошо, да? Оно потом становится хуже. Ну, корочки выходят из носика, козелочка. Надо, чтобы открываем рот. Вот, вот. Язык не высоко. Открываем. Не подкрапываешь? Нет. Ну, что у вас из нее страдает? Ну, я спросить должен был. Ушки. А сейчас уже нет такой. А ты меряешь? Да. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас нормально. Смотрим носик наш. Да, есть. Искривление нашей мамы. Будь здоров. А травма у нас и не была. Она врождена у вас. Это у нас что, передается? Поэтому я понимаю, заложенность. Открываем отец язык не высоко. Смотрим струбки. И в задней стеночке расслабится. И здесь мне нравится. Сейчас мы посмотрим еще связочки. Теплую водичку. Вот это, что у меня хрипит голос, мне надо смотреть голосовые связки. Они же лучше находятся. Это всегда. Мне когда-то раньше лоры смотрели, они берут, вот так язык вытягивают. Этим, бинтиком берут, так за язык вытягивают. Да, нагревают, такое зеркало нагревают, прям огнем, зажигалкой. И вот в салуте морло это и смотрят. Потому что оно глубоко. Прикольно. Но реально у меня есть проблемы с классовыми связками, это слышно. Вот как у учителей. Я не замечала. Подхлепает голос. Я не замечала раньше. Такая довольная, как у нас все покормили. У тебя аж прямо глаза покраснели, как будто сосуды полупались от давления. Вот у нее редко так бывает, именно после того, как прокапаем капельницу. Какой-то криз гипертонический. Я считаю, что вам не надо делать никакого КТ, компьютера и МРТ. Проблема видна. Надо решиться, когда-то сначала решить свои проблемы сейчас, как текущие. А потом... Мы уже готовы. Определиться. Мы уже готовы. Мы уже готовы. Мы уже решились. Хорошо дышать. И все. Но нам к операции она будет готовиться. Потому что есть проблемы с сахарным диабетом. Есть проблемы с давлением. Но я думаю, это облегчит вам дальше. Вам же будет дышать легче. И не будет провоцировать. Вот этот год тянула. После того, как я к врачу сходила, в принципе, уже была готова на операцию. Получилась у меня травма. Вот в эту область, как раз, где меня больше всего поверили. Присажив. Да. Очень сильный удар получила предметом. Да. Уронила на себя ноутбук. Причем углом. И потому я боялась последствий. Поэтому тянула, чтобы... Ну, если какие-то последствия будут, чтобы их уже было выявлено. И потом... Господи. Вот эта мама даже хочет сделать какой-нибудь МРТ, чтобы убедиться, что там у нее нет последствий. Я не знаю, что так ее на этом... Я вам назначу, у нас прямо здесь. И сделайте сегодня. Чего так на этом зациклюсь? Ну, а я объясню, для моей стороны, да, для МРТ, для нас, для ЛОК, что КТ, объясню, на компьютерной томографии, мы четко видим костные изменения и мягкотканые изменения. А при МРТ четко видят только мягкие ткани. Ясно. Поэтому, скажем, более для нас, я вам все равно напишу. Нет, так может быть, какая разница, что делать КТ? Нет, разница есть только в том, что при КТ больше облучения, скажем так. МРТ это магнитные поля, а КТ это там с рентгеном, как бы. Вы утверждаете это как специалист? Нет, это то, что я знаю. Вот пойдете на КТ, они вам скажут. Теперь сложно снять. Да не, вообще, смотри, как просто. О, смотри. Костя, видимо, подзамерз нас ждать, ходит в капюшоне. А что такое? А, стукнула об этом? Могла поцарапать. Ма, садись давай. Господи, бабушка так напугала. 185 давление, растет и растет. Она таблетку за таблеткой пьет, а она растет и растет. Глаза красные, сосуды полопались. Ужас просто. Ну что, мама, легче себя чувствуешь? Да я не доволю, шею давит. Шею давит? Я позвонила маминому доктору, который ее ведет. И она сказала купить капли от давления и ей капнуть в рот. Я ей капнула три капли. Я злая вообще на тебя. Она, Настя, забыла выпить лекарство от давления? Несколько дней подряд. Забывала. Несколько дней подряд? Да, Кость, так надо же было померить, пока мы стояли. Да какая разница? А ты такая. Так оно ж, машина дергается, и оно может вообще не померить из-за этого. Я в машине не дергаюсь. Так машина дергается. Причем тут ты не дергаешься? Шею, 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 шею. Кость, где-то можем притормозить? Не надо? Ну что ж, конечно, донес. Или хотя бы медленно-медленно едь. Ну, вот и сказали, сказали. Ну, так я не знаю, что мама не сказала. Она только шоу флиники мерила. Я думала, она сейчас не будет перемереть. Я думала, она, когда приедем, будет перемереть. Ну, шо, эрор? Нет. Шо? Да, нет. Все, мы остановились в мире. Хорошо, сейчас померяем. А я же говорила тебе, что будет эрор. Ну, наш шанс. Петровка. Кошанна Петровка. Ну, она не попустила, а тут и не так не делаешь. Ну, значит, понижается. Костя там. В общем, чтобы сделать операцию, полипы маме удалить. Сказали... Нет, подожди, ну, мерять же еще. Сказали, два дня всего лишь нужно. То есть, сегодня вы пришли, сделали, второй день у них побыли, и все. И можно ехать на Черкассы, а там уже у другого врача делать, ну, то, что нужно. Гиенические процедуры. И где будет этого другого врача? А он сказал, он сам ему позвонит, он знает там врача. Да. Но у него на две ближайшие недели все расписано. Давай феврале 20 лет. Ну, я тоже думаю, ты на концерт приедешь, а мама полипы удалять. Кому шо? Он будет рок служить, наслаждать. Ну, вот, видишь. Чего вы домой вообще ездите? Такая палата классная. Прям как квартира однокомнатная. Однокомнатная. Ты еще не все видела. А шо, душ и туалет имеешь? Да, да. Пойди, посмотри. Что там у тебя, джакузи? Да не, не, обычно. Насте очень понравился вид с балкона. Говорит, люблю высоту. Так что выходили, смотрели, где здесь магазин. А магазин здесь очень далеко. Аж, аж вон там. То есть, Настя сейчас пойдет за продуктами. Нежуру можно голову заказать. Ну, хочешь, давай закажем. Если это недолго будет. А как он будет? Или его там внизу встретить? Не, по больнице не будет. По больнице? Да ну, по больнице его. Мы встретим лучше, да. Лучше на лифте спуститься. У него горло болит. Кстати, ей намерили 37,1, а мне наконец-то 36,6, мама. Вот начиная с того момента, как мне сделали то, что мне не надо было делать процедуру, у меня все время было 37,2, 37,4. И только сейчас вот 36,6. А, ну да. Я думаю, что не так с самочувствием, а меня прямо выключалось. Спать рубит, понятно. Настя ж у нас привыкла с нового года, еще вот то, что график у нас сбился, она привыкла спать до 2 часов дня. Сегодня же мы ее подняли в 7 утра. А легла ты во сколько? 4 где-то уснула. А, ну да, 3 часа спала. Я так понимаю. Но надо терпеть и вечером ложиться раньше. Бабушка нам предлагает в шпиона поиграть. Она тут подключена к капельницам. Да, втроем. Настя говорит, что это слишком просто будет вычислить сразу. То есть сразу, да. Ну, мы решили все-таки попробовать. Потому что даже когда нас много было, до конца времени не узнавали, кто это. Ну, шпион не догадывался, типа, поняла, локацию. А тут нас трое, тем более не догадывались. Ну, посмотрим. Можно уменьшить.